Здесь утро начинается с зарядки, продолжается на пленэре, а юбилейную дату отмечают танцем и песнями авторского сочинения. Для Ольги Пермяковой дворец ветеранов это вторая семья, второй дом и возможность заниматься любимым делом, на которое до пенсии времени не хватало. Бывший педагог энергетического колледжа, участница сразу двух творческих коллективов. На сцену мама и бабушка выходят не только сама, к участию в концертах привлекает внуков. У представительницы серебряного возраста их уже семеро. Сюда тянет, сюда хочется идти, потому что сидеть на лавочке, грызть семечки, сегодня это не для нас. Можно танцевать, можно петь, можно читать стихи, можно играть сценки, то есть очень большое количество интересных мероприятий. А можно просто прийти во дворец ветеранов за помощью, юридической, психологической и даже социальной. Сотрудники Дома культуры помогают людям старшего поколения осваивать гаджеты, заводить странички в социальных сетях и учатся снимать и монтировать видео, для того, чтобы быть с молодежью на одной волне. Ежегодно Дворец ветеранов принимает до 60 тысяч человек, которых объединяет общие интересы и стремление к общению. Жизнь после пенсии только начинается. Это главный посыл, которым живут наши ветераны, потому что на сегодняшний день практически любой интерес мы можем удовлетворить. Группы здоровья, хореографические, вокальные коллективы. Во Дворце ветеранов есть студии мультипликации, художественного слова и изобразительного творчества. В последнюю учат рисовать даже тех, кто всю жизнь думал, что с кистью и красками никогда не поладят. В итоге получается и весьма атмосферно. Почему еду рисуют? Потому что она вкусная, хочет съесть и сама получается сочно. А потом выходим на пейзажи. Юбилейный день участники творческих коллективов отметили также ярко и сочно, представив гостям концертную программу ничуть не хуже профессиональной. Зрители смогли увидеть не только песни и танцевальные номера. Слова благодарности за ежедневный труд вокалистам и танцорам, представителям серебряного возраста выразили глава Самары Елена Лапушкина и сотрудники администрации города. Празднование юбилейной даты прошло с соблюдением всех требований регионального Роспотребнадзора. Я не обращаю внимание, на годы, которые летят, безусловно, и дворец ветеранов, ему будет и 25, и 50 лет, ему будет и 100 лет, главное в душе оставаться юным, и человек, который желает развиваться, желает жить активно и радостно. Спасибо вам, конечно, за ваш огромный добросовестный результативный труд, который вас заключает. Мы сегодня по-прежнему, в основном, пользуемся результатом вашего труда. Вспоминаем, благодарим, ну и, конечно, приумножаем. Настоящему дому для людей старшего поколения сегодня заслуженно вручают награды. За 20 лет своего существования необходимую поддержку и помощь здесь получили сотни тысяч пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Новых друзей и семью обрели даже те, кому мечта о родной душе и близких людях казалась несбыточной. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События.